МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Новая несанкционированная свалка под Ярославлем буквально в нескольких десятках метрах от официального полигона. В Ярославле планируют построить наземное метро, а в ближайшем будущем запустить театральный трамвай. Памятнику Ярославу Мудрому четверть века. Уникальные видеокадры установки из архива городского телеканала. В прямом эфире новость города в студии Юлия Тихомирова. Здравствуйте. В Ярославле очередной мусорный скандал. Недалеко от полигона Скокова ярославцы обнаружили несанкционированную свалку производственных отходов. На мешках с мусором логотипы известного завода. Дарья Крот разбиралась. Мусорные мешки до полигона не довезли буквально 300 метров. В лесу рядом с частным сектором их обнаружили ярославцы. Эти фотографии разлетелись в сети. Ведь поступил так небезответственный житель. Нашивки на мешках указывают на целое предприятие. Безответственность подрядчиков, их сотрудников и водителей. Пора навести порядок. Насколько я понимаю, иногородним мусором тут и не пахнет. Свой родной, Суао Элдин. Об этом инциденте мы сообщили в областной департамент природопользования. Тут не все так просто. Это отходы Элдин могли передать свои отходы какой-то организации по договору на транспортировку отходов. Эта организация могла не довезти до свалки эти отходы. Либо это могут быть просто мешки Элдин. То есть тут нужно устанавливать именно чьи отходы и лица их разместивших. У предприятия напрямую заключен договор с полигоном, поясняют работники завода. Мусор туда отвозят на собственном транспорте. Руководство уверяет о том, что оказались в центре скандала. Сами узнали из интернета. У нас весь завод в камерах и каждый выезд машины сопровождается сопроводительным документом. Это накладной, в обязательном порядке. И такого количества мусора с пакетом мы в это время никуда не вывозили. Мы подали в соответствующие службы заявление о том, что помогли нам провести расследование этого вопиющего дела. Фотографии появились на странице Ярославца в одной из соцсетей. Сам он уверяет, что такие улики вместе с координатами свалки ему прислал некий аноним, контактов с которым нет. А потому концов не найти. Однако мусор предприятие убрало. Место чистое. Дарья Крот, Максим Сушанов, Новости города. Новости города. Полезные фракции до щебня и каменной муки и вторично использовать. Тонны изделия, которые будут переработаны, это может идти в продажу. Также пойдет в дороги, внутрепонилигонной дороги. И остальное будет захороняться. Деньги из трех источников финансирования. Это, соответственно, федеральный бюджет, который составляет 71%. Областной бюджет 29%. И часть софинансирования предоставляет само акционерное общество. Ярославская область оказалась в числе 12 регионов, получивших федеральные деньги, чтобы перейти на новую систему обращения с отходами. Комплекс будет состоять из трех линий. Туда будут принимать строительные отходы из Ярославского района и Ярославля. По контракту завершить строительство должны к концу года. Ярославль готовится к снегу и заморозкам. По прогнозу, к концу недели температура ночью опустится до минусовой отметки. А в начале следующей семидневки ожидается снег. Не повторится ли в областном центре день жестянщика и готова ли техника к зимней погоде, узнала Алена Стецук. Это кадры из Новосибирска. Только на одном мосту за вчерашний вечер случилось три аварии. Всему виной внезапные осадки. И здесь еще одна авария. Вот еще одна авария. Лобовое. Еще одна. Коммунальщики оказались не готовы к непогоде. Чтобы история не повторилась, в Ярославле состояние уборочной техники и ее количество оценил глава областного центра. Он побывал в спецавтохозяйстве – предприятии, которое отвечает за состояние дорог. Общее количество, что мы ставим, как говорится, под ружье во время снегопада, планируем так же, как по прошлому году, порядка двухсот единиц. На сегодняшний день здесь представлена не вся техника, которая есть на обслуживании города. Потому что самосвальная техника – это отдельно вывозится. Ну и грейдера, часть просто далеко очень ехать. Они сейчас заняты еще и на других видах работы. По технике есть нехватка, есть проблемы. Михаил Александрович поставлено задача найти решение для того, чтобы зиму пройти как можно спокойней, для того, чтобы хватило единиц техники, хватило людей, хватило всех реагентов. В спецавтохозяйстве и главы районов отчитываются, сколько техники нужно на каждую территорию, чтобы не возникло коллапса. Подрядчик, который занимался уборкой в Кировском и Заволжском районах прошлой зимой, свою технику не представил. У нас времени совсем в обрез. Сегодня вечер решение по ним. И мое предложение с ними расставаться, потому что с такой работой, с таким желанием к работе снег убран не будет. А проблемы получим мы, и потом никому не расскажем о том, что подрядчик такой нерадивый. К зиме готовится и дом на Московском проспекте. Здесь обновляют фасад. Заменили в доме, согласно объемов работ, двери, окна, подъездные. Отлили все декоративные элементы, подлежащие восстановлению. Программа «Максимум» до конца года утеплить половину здания, торец и внешнюю стену со стороны проспекта. Срок выполнения работ по контракту до 15 декабря, но закончит ремонт лишь в 2019-м. Как говорит подрядчик, виноваты те, кто ремонтировал кровлю. Задержка произошла по объективным причинам. Когда у нас есть недостатки покровли и осадки стекают на фасад, целесообразность проведения данных работ не совсем объяснима. И поэтому мы ждали, пока подрядчик выйдет и устранит. Подрядчик заверяет, что продление работ согласовано с местными жителями. Последние, в свою очередь, сегодня тоже поучаствовали в проверке ремонта и вышли с предложением о благоустройстве двора. Жильцы, с своей стороны, готовы выстроить сплошную линию, убрать вот эти сарайки, покрасить в один цвет. С главой придете, на следующей неделе обсудим время и обсудим все планы. Благодарим. Договорились. Очищенную территорию двора можно будет использовать под парковки и детские площадки. Алена Стицук, Василий Мосин, Новости города. В Ярославле планируют построить наземное метро, связывающее все районы города друг с другом. О таких перспективах говорили сегодня в Торгово-промышленной палате региона. Проект по строительству наземного метро получил высокую оценку специалистов и рекомендован к реализации. Пока продлены маршруты пригородных поездов, чтобы в будущем связать их с маршрутами метро. Мы обсуждаем вопросы инфраструктуры и Ярославской области, и в первую очередь города Ярославля. Движение транспортных артерий Ярославля, и в первую очередь взаимодействие автомобильного и лежедорожного транспорта. Рассмотрели вопросы развития пассажирского транспорта. Некоторые маршруты будут изменены. Планируется избежать их дублирования. Парк автобусов, троллейбусов и трамваев будет обновляться. В Ярославле на улице Блюхера завершаются ремонтные работы. Они ведутся по федеральной программе БКД. Почему работы затянулись, знает Диана Милорадова. Ремонт Блюхера близится к завершению. Для многих брагенцев это очень значимая магистраль. Вдоль нее располагаются школы, детсады, заезды во дворы. В этом году дорога была включена в список на ремонт. Большинство работ выполнили за полтора месяца. Мы близки к завершению одного из участков улицы Блюхера, конкретно от Урицкого до Елены Колесовой. В настоящий момент выполнены работы по асфальтированию. Осталось немножко, порядка 100 метров тротуара. Это вот от Зержинского и сюда ближе на Урицкого. И в принципе дорога будет выполнена. Самой большой сложностью стал капитальный ремонт на участке дороги от Елены Колесовой до Урицкого. На это пришлось дополнительно выделить более 7 миллионов рублей и сдвинуть срок сдачи магистрали. Раньше на этом участке не было дорожной основы. Асфальт лежал прямо на земле, поэтому быстро приходил негодность. Поехать на автомобиле было невозможно. Но теперь ремонт провели по нормативам и уложили дорожную основу. Так асфальт прослужит гораздо дольше. Совсем недавно передвигаться по Блюхеру было затруднительно и автомобилистам, и пешеходам. Мешали глубокие ямы. Так дорога выглядела до ремонта. Местные жители содрогания вспоминают, в каком состоянии улица была раньше. Перейти дорогу после дождя можно было только в резиновых сапогах. А проехать, не повредив транспортное средство, было весьма проблематично. Водители старались объезжать это место стороной. Дорога была на протяжении многого времени в плохом состоянии. У нас машина раньше была. Мы как бы ездили по этой дороге. Она была просто ужасная. Когда были проливные дожди, здесь было вообще невозможно ездить. Как будто плаваешь на лодке вообще. И я рад, что кто это взялся за это и поставил результат окончательный вообще. Что сейчас можно уже спокойно ездить. Даже переходить дорогу уже можно безопасно, спокойно, не споткнешь. На данный момент подрядчик готовится к сдаче улицы Блюхера. Взятые на анализ пробы асфальта показали хороший результат. К концу недели работы должны завершиться. Диана Милорадова, Василий Мосин, Новости города. Кстати, вдоль отремонтированной улицы Блюхера ярославцы смогут прокатиться в необычном трамвае, театральном. Целую программу для пассажиров с рассказами и песнями готовят молодые актеры из Дворца молодежи. Екатерина Черышникова и Владимир Родионов. Это пилотный проект, призванный популяризировать экологически чистый общественный транспорт и поддержать талантливую молодежь. Первая встреча с прекрасным в трамвае рассчитана на полтора часа и состоится в четверг. В дальнейшем планируется целый цикл театральных вечеров на колесах. А в перспективе у сотрудников гор электротранса есть идея устроить в трамвае брейн-ринг. В театре юного зрителя премьера. На камерной сцене сегодня состоялся первый показ спектакля «Книжная мэри». Постановка Лермонтова не просто редкость на театральных подмостках, а большая редкость. В Ярославском тюзе считают, что это неправильно. Наша съемочная группа побывала на прогоне. Артисты театра юного зрителя учатся держать спину и скользить во время вальца, как настоящие аристократы. Это репетиция. А это уже настоящий бал на водах, где отдыхают и выправляют здоровье русские дворяне. В их числе герой нашего времени – Печорин. Густая насыщенность такой чувственности и любви, и неразделенной любви, и вот этой вот несчастной любви, и первой любви. Вот это здесь такой сгусток есть, и он привлекает. Сюжетная линия повести укладывается в несколько строк. Вот спектакль получился компактным в одно отделение. В театре говорят, что никуда не торопились, но получилась динамичная постановка. О страсти и о том, что сколько бы времени ни проходило, в делах сердечных мало что меняется. Есть такая же больная любовь, совершенно вообще безумная, когда женщина совершает такие поступки, которые просто невозможно нормально оправдать. Мне кажется, что все, что было там тогда, то есть сейчас. Судьба благоволила ей быть счастливой, красивой, умной, с счастливой семьей, а получилось все наоборот. То есть так часто складывается у нас в жизни, что никто не знает, как у нас сложится все дальше. Хоть и изначально было все хорошо, и ничего не предвещало беды. Слегка смахнув налет хрестоматийности с произведений из школьной программы, в театре говорят о вечных ценностях, прекрасным русским языком. Да, Лермонтова ставят нечасто, но вопрос, заданный классиком, остался без ответа. Можно ли играть чувствами влюбленных, оставаясь холодным, как лед? Марина Смарагдова, Максим Сушанов, Новости города. Сегодня 25 лет известному памятнику. В 1993 году на площади Богоявления, тогда она именовалась площадью Подбельского, в присутствии первого президента России был торжественно открыт памятник Ярославу Мудрому. Автор этого скульптурного сооружения Олег Константинович Комов. Архивная видеозапись сохранила и сам момент установки и интервью автора городскому телеканалу. Историей Олег Комов интересовался с детства, он увлекался Древней Русью, вдохновлялся фресками соборов. До монумента в Ярославле Комов создал скульптурное изображение Дмитрия Донского, Андрея Рублева, Александра Пушкина. Специально на открытие памятника прилетел на вертолете Борис Николаевич Ельцин ровно в 10.45. Начало торжествам было положено литургии в храме Ильи Пророка. По свидетельствам историков, Ярослав заложил первый храм именно в честь святого пророка Ильи. Правда, находился он в другом месте, там, где ныне располагается церковь Ильинско-Тихоновская. Службу ввел митрополит Коломенский Крутицкий Ювеналий. Родился он в Ярославле, 18 лет жил здесь, а потом уехал учиться. В Ярославле на кладбище Туговой горы покоятся его родители. В 2010 году памятник украсил тысячерублевую купюру как раз в ознаменовании юбилея Ярославля. Теперь ее называют Ярославским рублем. Исполнение бюджета и новые виды туризма. Сегодня в региональном парламенте депутаты подвели предварительные итоги исполнения главного финансового документа области и рассмотрели стратегию развития туризма в регионе. Какие сферы экономики принесли наибольший доход, какие направления и маршруты планируются развивать в Ярославской области, расскажем далее. В регионе наблюдается рост по многим направлениям экономики. Так, в промышленном секторе темпы производства по сравнению с прошлым годом выросли почти на 10%. Рост сельского хозяйства составил без малого 104%. Наращивать темпы строительство и розничная торговля выросли объемы инвестиций, а потому увеличиваются и налоги. Они – основной источник дохода областной казны. За первое полугодие в региональных бюджетах поступило чуть более 28 миллиардов рублей из запланированных на год 64 миллиардов. Это неплохой результат, отмечают депутаты, но есть ряд моментов, на которые стоит обратить внимание. Мы рекомендовали правительству акцентировать вопросы сегодня и внимание на тех проблемных зонах, которые сегодня есть. Это просроченная кредиторская задолженность, которую нам надо, безусловно, снижать. Это вопросы уменьшения затрат на обслуживание государственного долга. Вопросы, связанные с реальными доходами людей, они должны быть на первом месте, потому что сегодня по итогам первого полугодия у нас роста нет. В областном бюджете запланировано финансирование 25 государственных программ. Основные – развитие образования, молодежной политики, социальная поддержка населения, развитие здравоохранения. На их долю приходится более 67% всех расходов. Немалых средств требует сфера туризма области. За 8 лет регион должен войти в пятерку туристических центров страны и принять 8 миллионов туристов. В частности, за счет появления новых видов туризма. Один из них – социальный. Пока у нас очень мало детей путешествует по региону. Наша задача, собственно, за счет инвестиций в социальный туризм поддержать нашу сферу. Мы решим здесь вопросы и социального ощущения наших граждан, потому что путешествия в социально незащищенных категориях очень важны. В то же время это все-таки пусть небольшие, но инвестиции в поддержку инфраструктуры туризма. Депутаты поддержали выделение средств на это направление туризма. Предусмотреть в областном бюджете средства, субсидию на поддержку муниципальных районов по реализации туристических проектов, особенно в малых городах, в сельской местности. И второе очень интересное предложение, социальной направленности, новое для нас – это поддержка социального туризма. Вопросы развития туризма также будут подниматься на Большом международном туристическом форуме «Визит Раша». Он завтра стартует в Ярославле. Александр Захаров, Игорь Мосин, Новости города. Ярославские специалисты поделятся опытом организации диагностики остеопороза. В Армении сегодня открылся саммит стран Восточной Европы, посвященный этому серьезному заболеванию. Его участники – представители 20 стран, в том числе не только бывших союзных республик, но и Западной Европы и Америки. Проблемы остеопороза у всех общие. Недостаток кальция в организме испытывает каждая третья женщина и каждый четвертый мужчина старше 50 лет. В Ярославской больнице имени Соловьева вот уже два десятилетия функционирует в центре остеопороза. Ведется серьезная работа по ранней диагностике и предотвращению повторных переломов. Ярославский опыт известен далеко за пределами региона. Основатель и научный руководитель центра Ольга Ершова расскажет о достижениях и обучит других специалистов наработанным методикам оказания помощи пациентам. К другим темам. Житель Ярославской области занимался незаконными поставками наркотиков из Европы. Его бизнес выявили ярославские таможенники. Заведено уголовное дело по статье «Контрабанда сильнодействующих веществ». Всего с начала года сотрудники таможни возбудили пять аналогичных уголовных дел. Такие данные сегодня были озвучены сотрудниками ведомства в преддверии профессионального праздника Дня таможенника. Особенно популярны среди ярославских торговцев известные марки спортивной обуви. В целом изъяты из магазинов и складов региона более 19 тысяч единиц контрафактной продукции обуви, футболок, сумок. По фактам фальсификата возбуждены четыре дела об административных правонарушениях, одно уголовное. До недавнего времени изготавливали найки и адидасы в Ярославской мастерской. Ее деятельность прикрыла таможня. А судебные приставы сегодня пошли к должникам. Обошли несколько десятков адресов ярославцев, которые накопили долги за коммуналку. Проверяли имущественное положение хозяев квартир, наличие машин или других транспортных средств, устанавливали источники дохода. Среди должников, как правило, встречаются граждане, злоупотребляющие алкоголем, но есть и вполне успешные люди. Подход ко всем один. Я вообще мать-одиночка, у меня нет ни мужа, ни работы, я сидю в декрете. Чего вы ко мне ходите? У этой женщины долг за ЖКХ более 30 тысяч рублей. В ходе рейда приставы описали телевизор, его потом продадут в счет погашения долга. В поле зрения приставов эта квартира попадает не первый раз. Ранее хозяйка рассталась с телефоном. Всего за 9 месяцев взыскано более 190 миллионов рублей. Но еще предстоит взыскать долгов в 2,5 раза больше. В связи с этим приставы участили рейдовые мероприятия. Сейчас в Дежинском районе проходит рейд по всем должникам. Выявляется имущество, на него накладывается арест. В Ярославле подвели итоги регионального этапа национальной премии студенту года 2018. Победителей наградили сегодня в малом зале мэрии. Именно в вузах областной столицы, по словам организаторов, учится 90% всех студентов области. Побороться за звание лучшего пожелали более сотни человек, но предварительный отбор прошли далеко не все. Например, наличие зачетной книжки только на «хорошо» и «отлично». Мы сами понимаем, это ограничивает сразу большой круг студентов. Но и сразу по критериям конкурса отсеиваются те, у кого нет профессиональных достижений в своей области. По общественникам, да, там участие в общественной жизни оценивается. По, допустим, творческим личностям оценивается, например, наличие собственного творческого объединения, чтобы ты не только сам, например, пел, танцевал и хорошо выступал на сцене, но и учил этому других. То есть по каждому каждому направлению вот такие вот критерии. Всего было 9 номинаций. Экспертный совет выбрал лучших молодых спортсменов, ученых, волонтеров, общественников. А для тех, кто не смог выбрать, лишь одно направление – гран-при. Гран-при – это конкурс, где можно подаваться, ну, показывать себя в нескольких направлениях. Это и общественник, и там творческая личность. Вот. И поэтому для меня это стало интересно, потому что раньше я подавалась только либо отдельно там на журналистику, отдельно, может быть, на творчество, на общественную какую-то деятельность. А сейчас это такая союз всего, что я достигла, все, что у меня есть. Очень приятное впечатление. Вот те люди, по крайней мере, которых мы слушали, ну, они для себя, мне так кажется, определили, что они хотят в этой жизни. И вот это главное. То есть вот он сегодня там, допустим, студент там третьего, или какого курса, четвертого или пятого, неважно. Но он уже понимает, что он хочет. И вот это важно. Победители в каждой номинации представят наш регион на всероссийском этапе конкурса. Он пройдет в середине ноября в Казани. В Ярославле начинаются гастроли Магнитогорского драматического театра имени Пушкина. В гости к ярославцам и первому русскому приезжает достаточно молодой театр, созданный в 1932 году. Наш город, магнитогорцы, привезли свои лучшие спектакли. Какие, знает Марина Смарагдова. Повести Белкина в изложении талантливого режиссера Тимура Носирова начинаются со спора издателей о рукописях Пушкина. Четыре персонажа будут следовать от повести к повести, рассказывая канонические тексты классика, попутно делая свои замечания. Только один человек принадлежал нашему обществу, не будучи военным. Ему было около 35 лет, но и мы зато почитали его стариком. Опытность давала ему перед нами многие преимущества. Выстрел, метель, станционный смотритель, гробавщик, известный со школьной скамьей истории. Спектакль вспоминают, актеры репетировали долго. В нем много мелочей, которые создают воздушную ткань к постановке. Мать-то у тебя неграмотная. Как в школе подготовить? Да ничего, Сазаночка уже все буквы знает, читает помаленьку. Вот то-то помаленьку. А в садике ведь специалисты дипломированные, они же спектакли ставят. Раз в неделю музыкальные занятия. В спектакле «Время женщин» Алексея Данилова о питерской коммуналке и ее обитателях. О сложной послевоенной жизни, когда три старухи, потерявшие всех родных, помогают молодой одинокой женщине растить ребенка. Как и страдание и отчаяние, рождается милосердие. Хочется, чтобы самое доброе, что есть в этих женщинах, осталось в нас и сейчас. Еще один гастрольный спектакль «Бег» в постановке режиссера Марины Глуховской. Недавно на Волковском фестивале мы видели уже ее постановку «Живой труп» Саратовского театра драмы, которая произвела сильное впечатление на наших ярославских театралов. И поэтому тем, кому это понравилось, кто был, кто любит хороший классический театр, тот может прийти и посмотреть спектакль «Бег». Спектакль. Я думаю о человеческих судьбах, о судьбах людей, о судьбах страны. Потому что на тот период, когда идет гражданская война, идет такая мясорубка, и вот кто как выживает в этом месиве. У режиссера свой женский взгляд на годы отчаянного бега Российской империи, загнанной гражданской войной. Жалость и жестокость, отчаяние и бесшабашная отреченность. Для режиссера «Бег» своего рода русская одиссея по трагизму и масштабу, судя в не уступающие, а превосходящие древнюю мифологию. Марина Смарагнова, Максим Сюшанов, Новости города. Юный боельщик «Локомотива» из Тюменской области получил послание от любимого клуба. Нападающий Петри Контиола и наставник команды Дмитрий Квартальнов отправили 13-летнему Семену Молодых свои автографы на плакате железнодорожников. Мальчик болеет за ярославский клуб несколько лет, а финский форвард является его фаворитом. В ответ на подпись кумира Семен записал видео. Любимый игрок Петри Контиола. За данным игроком я слежу еще давно, с 2013 года. Тогда еще на чемпионате мира он блеснул, став лучшим бомбардиром турнира. К сожалению, наша команда вылетела с того турнира, но его игру я запомнил. И к этой минуте информация вся. Всего доброго, до встречи в эфире.